А как в будущем обязательства материализуются в акции? Вот прекрасный вопрос я вам. Обязательства – это и есть акция. Если вы будете изучать внимательно, что такое акция, то есть обязательства. Единственное отличие – если у вас акция на руках, по закону любой страны, вы обязаны заплатить 15% в казну. То есть, соответственно, если вы приобрели за 10 тысяч долларов, ну, за какой-то период времени, да, там, за год, приобрели на 10 тысяч долларов акций под тому минимальному курсу, который есть, допустим, 10 центов, но по факту они позиционируются как 1 доллар за акцию, и у вас миллион себе, что если у вас миллион акций, то вы в казну должны заплатить. Если у вас акция, и у вас есть сертификат на руках об этом, то вы уже обязаны просто заплатить в казну 15%, а это, на всякий случай, 150 тысяч долларов. Представьте, вы вложили 10 тысяч, а должны заплатить 150. А вот после того, как мы пойдем на IPO, выйдем на биржу, и мы-то на биржу собираемся выходить не с долларами, а с тем участком дорог, который уже транснад начнет строить в ближайшее время, и представьте себе, что ваш акция уже будет стоить хотя бы 10 долларов. И, соответственно, если у вас миллион акций по доллару, и он стал, произошла капитализация, и уже он стоит 10 долларов, соответственно, 10 миллионов. Вы должны будете заплатить налог, но это несложно уже будет заплатить налог, понимаете, да? А вот те, кто сегодня стремятся получить сертификаты, они себя... Мы юридически в транснадгруппах по Евразии сделали все юридическое для того, чтобы защитить наших пайщиков и наших инвесторов. Поэтому мы называем это долей, а не акций. Это вполне законно. Но если вы акционер, имеете еще сертификат на руках, что от такого-то номера у вас акции, под такой-то номер акций, вы находитесь под законом. Имейте это в виду. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!